Майские праздники совсем не за горами. В этом году россияне отдыхают три дня на Первомай и четыре на День Победы. Казалось бы, не так уж и много, но, несмотря на это, праздничное настроение уже витает в воздухе, а погода наконец-то начала шептать. Синоптики обещают, что по меньшей мере на первую половину майских выходных погода выпадет сухая, солнечная и уже по-летнему теплая. Столбики термометров в эти дни наконец-то достигнут отметки в 20 градусов. Опрошенные рязанцы, видимо, зная прогноз синоптиков, практически все как один собрались на природу. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы на майские праздники? Где собираетесь проводить? Вообще за городом. Возможно, куда-нибудь прогуляюсь, пойду. Поеду на дачу в огород. Поеду к маме помогать, сажать картошку. Как обычно, шашлыки, посадка деревьев и урожая. Отдыхать на природе-то. Все дни? Конечно. Мы на дачу поедем. Отдыхать. А где будете отдыхать? Дома. На природу никуда не собираете? Может быть, поеду, может быть, нет. В турагентствах, между тем, на отсутствие желающих насладиться не местным солнцем, отнюдь не жалуются. Причем горожане стремятся отправиться в более теплые страны даже интенсивнее, чем в прошлом году. Майские бронируются хорошо. Традиционно это, особенно в нашем туристическом агентстве, в нашей сети, это Турция. Да, потому что как бы и безвизовое, и тепло, и недалеко лететь. Отличный сервис за отличные деньги. И остальный набор, в принципе, направлений – это и Кипр, это и Греция, это что-то экскурсионное, как Чехия. Пользуются популярностью и Краснодарский край, равно как и Юго-Восточная Азия. Отдыхать вне родины рязанцы планируют от нескольких дней до традиционных двух недель. Конечно, помимо жарких стран, копания огорода и дегустации шашлыка на майские праздники, интересно, время можно будет провести и не уезжая из города. Праздничные мероприятия начнутся 1 мая с традиционного шествия, которое начнется на площади Победы. Колонны пройдут через площадь Ленина до Соборной, где для горожан состоится концерт с участием артистов и творческих коллективов Рязани. В тот же день в Центральном парке культуры отдыха состоится открытие паркового сезона. А 8 мая вечером в ЦПКО рязанцы смогут потанцевать под духовой оркестра, посетить большую барахолку, в духе послевоенного времени поесть мороженого и попить газировки, а заодно окунуться в атмосферу 40-х годов. Непосредственно 9 мая в 9 утра с площади Победы начнется торжественное шествие. В 11 на площади Ленина состоится смотр строя и песни. Далее в течение дня на разных площадках города будут организованы народные гуляния, фестивали, выставки, показательные выступления и концерты. Главным подарком для горожан станет выступление рязанца победителя федерального шоу проекта «Голос дети» Даниила Плужникова и группы «Любе» на площади Победы. Ну и конечно, завершится День Победы традиционным фейерверком.